Добрый день! На первом уроке нового курса мы с вами вспомним основные глаголы английского языка в настоящем времени. Это самый популярный to be – быть, находиться, на втором месте to have – иметь, и закончим глаголом to do – делать, выполнять и подобными ему действиями. Итак, по порядку. Начнем с глагола to be – быть, находиться. Как мы говорили ранее, глагол to be используется, когда в нашем предложении нет основного действия – думать, работать, читать, бегать и так далее. Это предложения, в которых мы что-то или кого-то описываем. Например, эта книга интересная – this book is interesting. Или рассказываем о чьем-то местонахождении. Мой брат не дома. My brother is not at home. В русском предложении to be не переводится, опускается. В английском – должен быть. Теперь смотрим на нашу таблицу, работаем сверху вниз и вспоминаем, как построить предложение с глаголом to be. Итак, сначала определяемся, кто выполняет действия, например, I. В этом случае форма будет M. Выбираем характеристику student – студент и наше предложение. I am a student – я студентка. Дословно – я есть студентка. Идем дальше. Средняя колонка – кто может выполнять действия. He, she, it, everybody – my friend. Помните, что здесь форма to be будет is. Выбираем характеристику, например, pensioner – пенсионер и предложение. He is a pensioner – он пенсионер. Или she is Israeli – она израильтянка. И у нас осталась третья колонка и местоимение. We, you, they или my friends, например. Помните, что здесь форма глагола to be будет are. Характеристика workmate, например, и наше предложение. We are workmates – мы коллеги. Или они дети – they are babies. Но мы не всегда говорим утверждениями. Давайте теперь вспомним, как сказать «Я не студентка» или «Он не пенсионер». Снова возвращаемся к таблице. Видите, что после строки с формами am, is, are идет not. Теперь также сверху вниз строим предложение. Теперь уже с not. Следите. I am not a student – я не студентка. Или he is not a pensioner – он не пенсионер. И у нас остались вопросы с глаголом to be. Опять же сверху вниз. Начнем с местоимения I. В этом случае форма глагола будет am. И с нее же начинаем наш вопрос. Возьмем характеристику Filipino – филиппинец. И вопрос. Am I Filipino? Я филипинка? Вопрос звучит странно, но принцип вы поняли. Идем дальше. Средняя колонка. Например, местоимение she. Форма глагола to be будет is. Характеристика Pakistani – пакистанец. И наше предложение. Is she Pakistani? Она пакистанка. И у нас осталась третья колонка. Для примера возьмем местоимение you. В этом случае форма глагола to be будет are. Характеристика student. И вопрос. Are you a student? Ты студент? Это базовая схема вопросительных предложений с глаголом to be. Напоминаю, что форма глагола to be все так же изменяется в зависимости от того, кому адресован вопрос. Ответы на эти вопросы напоминаю. Is she a student? Yes, she is. Or no, she is not. Are you workmates? Yes, we are. Or no, we are not. И в нашей таблице есть еще одна строка, которая говорит, когда происходит событие. Например, today – сегодня. Или every day – каждый день. Every week, every month, every year. Теперь остановимся на не менее популярном глаголе to have, который значит иметь, владеть, обладать. В настоящем времени различают две формы этого глагола. Have – для I, will you, they – форм. И has – для he, she, it. И давайте теперь построим несколько предложений по нашей таблице. Начнем с местоимения I. Дальше непосредственно глагол to have, его форма have для этого местоимения. И наше предложение I have a passport – у меня есть паспорт. Или we – здесь форма та же, have. И предложение we have a tent – у нас есть палатка. Перейдем к правой колонке и для примера возьмем местоимение he. Дальше глагол to have – здесь его форма уже будет has. И предложение he has a lot of mates – у него есть много приятелей. Или she has a cottage – у нее есть коттедж. Не сложно, правда? Для образования отрицания и вопроса в настоящем времени глаголы to have приходят на помощь do или does. Употреблять do или does зависит опять же от местоимений. Это либо I, you, they, либо he, she, it. Все в той же таблице две группы местоимений, от выбора которых и зависит форма do not have или does not have. И давайте построим несколько предложений. Начнем с местоимения I. Дальше идет форма глагола to have в отрицании – это do not have и предложение. I do not have a phone – у меня нет телефона. Или с местоимением they. Здесь форма та же – do not have и предложение. They do not have many tents – у них нет много палаток. Перейдем к правой колонке. Возьмем местоимение she – она. Здесь уже форма будет does not have и предложение. She does not have a passport – у нее нет паспорта. Или my partner does not have many cottages – у моего партнера нет много коттеджей. И остался вопрос с глаголом to have. Опять же оперируем do и does в зависимости от того, кому адресован вопрос. В таблице все те же две группы местоимений, от выбора которых собственно и зависит форма do или does. Давайте построим несколько вопросов. Начнем с местоимения you. В этом случае работает do. И наш вопрос. Do you have a question? У тебя есть вопрос? Или do they have many computers? У них есть много компьютеров? Перейдем к правой колонке. Выбираем, кто выполняет действия. Например, he – он. Соответственно, вопрос начинаем с does. Does he have a cottage? У него есть коттедж? Или does she have many tents? У нее есть много палаток? Ответы на эти вопросы напоминаю. Do you have a question? Yes, I do. Or no, I don't. Does he have a cottage? Yes, he does. Or no, he does not. Вспомнили? И нам осталось вспомнить, как работать с глаголом to do, делать, выполнять что-то и другими всевозможными действиями в настоящем, которые могут совершаться. Бегать, прыгать, верить, помнить и так далее. В нашей таблице видим все те же две группы местоимений – I, will you, they и he, she, it, от выбора которых и зависит форма нашего глагола. И не забываем об указателях времени, которые относят действия к настоящему. Например, every day, каждый день, every week, every month. И давайте теперь построим несколько предложений по таблице. Начнем с местоимения I. Дальше выбираем само действие, например, forget – забывать. Для выбранного местоимения форма глагола меняться не будет. Наш пример. I forget about it every day. Я забываю об этом каждый день. Или с местоимением we – мы. Здесь та же ситуация, глагол не изменяется. Возьмем, например, remember – помнить. И наше предложение. We remember her every month. Мы вспоминаем о ней каждый месяц. Перейдем к правой колонке. Для примера возьмем местоимение he. И глагол leave – жить. Соответственно, для этого местоимения форма его будет leaves. Помните, что для he, she, it, форм добавляем окончание s. Например, he lives in this city. Он живет в этом городе. Или she understands him. Она его понимает. Для образования отрицания вопроса в настоящем всем этим действиям leave, remember, forget, understand приходит на помощь do либо does. Употреблять do или does зависит, опять же, от местоимения. Это либо I, you, they, либо he, she, it. Все в той же таблице две группы местоимений, от выбора которых и будет зависеть форма do not leave, например, или does not leave. И давайте теперь построим предложение по нашей таблице. Начнем с местоимения I. Дальше идет форма do not для отрицания с этим местоимением. Возьмем действие answer и заканчиваем предложение. I do not answer your letters. Я не отвечаю на твои письма. Или they. Здесь та же форма do not. Возьмем действие ask и наше предложение. They do not ask for help. Они не просят о помощи. Перейдем к правой колонке. Для примера возьмем местоимение she, она. Дальше для отрицания здесь будет форма does not. И возьмем действие leave, жить. Наше предложение. She does not live here. Она здесь не живет. Или he does not remember her. Он ее не помнит. И остался вопрос. Опять же, оперируем do и does в зависимости от того, кому задаем вопрос. В таблице все те же две группы местоимений. Идем сверху вниз. Сначала задаем вопрос к you, например. В этом случае работает do. И с него же начинаем сам вопрос. Do you understand me? Ты меня понимаешь? Или do they believe in ghosts? Они верят в привидений. Перейдем к правой колонке. Для примера местоимения he. Соответственно, вопрос здесь начинаем с does. Does he love his wife? Он любит свою жену. Или does she make clothes? Она шьет одежду. Ответы на эти вопросы. Do you understand me? Yes, I do. Or no, I don't. Does he love his wife? Yes, he does. Or no, he does not. Да, информации много. Но мы все разложили по полочкам. Я уверена, вы все вспомнили и повторили. Продолжение следует...